Якутская епархия представила фильм о первом якутском архиепископе. В столице республики состоялась премьера ленты «Первый якутский». Фильм рассказывает о подвижнике церкви русской, просветителе Сибири и Америки, епископе Дионисии Хитрове. Он посвятил 43 года просвещению людей на якутской земле и внес весомый вклад в развитие образования и строительства республики. Рассказывает Сергалана Захарова. При освященной Дионисии Хитров, первый якутский архиерей с 1841 по 1883 года, он служил Богу и людям на якутской земле. За это время он побывал почти во всех уголках республики, крестил тысячи младенцев и взрослое население. Он посвятил несколько лет изучению нравов, быта и языка народа. Первым перевел духовные книги на якутский язык и составил первую якутскую азбуку на основе кириллицы. Но сегодня, как отмечают создатели, фильма «Имя архипастеря» незаслуженно забыли. Язык кино, как известно, язык универсальный для всех возрастов, для людей разного состояния, интеллектуального, духовного. И будем надеяться, что через фильм якутяне узнают о святителе Дионисии, о его жизни и в какой-то степени с восхищением воспримут его и будут подражать ему. Съемки начались еще весной прошлого года. Они охватили своей географией огромную территорию республики. И не только. В Москве у нас принял участие митрополит Иларион Алфеев. Он дает комментарий к фильму. Мы снимали его в Патриархии. Была проведена, в принципе, уникальная съемка в женском Покровском монастыре города Москвы. Он известен тем, что там хранятся мощи Матроны Московской. И там похоронен наш первый епископ якутский Дионисий Хитров. Но несмотря на масштаб съемок, в фильме удалось сохранить характерное неспокойствие и сдержанность. Ради этого пришлось отказаться от многих кадров, но результат оправдал все ожидания. К сожалению, в процессе монтажа очень от многого пришлось отказаться, потому что где-то был перебор, где-то, может быть, было чересчур ярко, может быть, было слишком постановочно заметно. А мы хотели сделать фильм сдержанный, лаконичный, не слишком пафосный, просто как о человеке, который совершил в своей жизни подвиг. Главную роль сыграл известный мультипликатор Роберт Лабидас. Он признался, что ему, как человеку, выросшему в советское время, играть архиепископа было нелегко. Но помогли продюсеры и режиссер, которые все время наставляли актера. Во-первых, я не знаю всей этой ритуализации церковной. Это мне много раз объясняли, повторяли дубли. Как бы, ну, вообще понять, да, настроиться очень трудно было. Премьера фильма прошла на ура. Полный зал зрителей тому подтверждение. Первый Якутский не оставил никого равнодушным. Я ходила в церковь и прочитала, и пришла сюда посмотреть. Очень рада, что посмотрела. В советское время забыта была церковь. И как бы сами мы маленько узнали о своей Якутии. Отметим, что это уже второй фильм архиепископа Ленского и якутского романа. Первый вышел в 2015 году. Якутии – небесный покровитель. Он удостоился звания лауреата конкурса «Тэфи регион». Второй фильм пока завоевал признание первых якутских зрителей. Но все еще впереди. А православный кинематограф начинает думать уже о продолжении серии документальных фильмов, которые выйдут на широкие экраны уже совсем скоро.